Вы думаете, что действительно Байден позволит Путину стать как-то хозяйствовать, как он любит это, вспомнил все время спор хозяйствующих сторон, субъекты хозяйствующих сторон, быть хозяином на европейском континенте? Вы думаете, что это может произойти? Да, это происходит уже, это происходит очень активно. Путин вмешивается в избирательный процесс в разных государствах Европы, участвует, подпитывает деструктивные силы. На самом деле это открытие, которое сделал еще Владимир Буковский, оказалось, когда он получил доступ с помощью Александра Николаевича Яковлева к архивам ЦК КПСС, оказалось, что идея Европейского Союза – это идея, которую очень активно поддерживала ЦК КПСС, КГБ, принимались постановления, секретные, естественно. И это рассматривалось как путь сближения Европы и Советского Союза, империи Советской, путь поменять направление развития Европы, направить ее в сторону такую социалистическую. Знаете, когда благодаря Брекзиту из этого колхоза освободилась Великобритания… Благодаря Терези Мэй, да. Она, кстати, не была из-за этого переизбрана, я помню. Мэй не была ведь из-за этого переизбрана. Во многом благодаря Владимиру Зеленскому это был выход из колхоза опасного, социалистического, опасного для Великобритании. Из-за этого она была не переизбрана, из-за другого – это неважно. Великобритании удалось вырваться из цепких объятий социалистов, в общем. Потому что это мягкая форма социализма, то, что продвигает Европейский Союз, концепцию вот этого колхоза, коллективного, некоторого нового коллективного образования. И Великобритания сохранила благополучное направление развития, скажем так, осторожно. А в Европе, да, продолжаются тяжелые процессы, тяжелые переходные процессы, которые в будущем обещают, ну, большие проблемы для европейских государств. Проблемы такие, знаете, неявные проблемы, связанные с ослаблением, экономическим, политическим ослаблением входящих в Европейский Союз государств. Вот. Но это мы видим на примерах государств, где вводятся вот эти элементы социалистические, элементы регулирования. Они от них совершенно не хотят отказываться, требуют от Европейского Союза поддержки. Европейский Союз предоставляет, там, Испании, Греции эту поддержку. А они продолжают паразитировать. Это такая, знаете, болезнь, что ли, которую Европейский Союз, который не очень борется. А это значит, что эта болезнь будет распространена со временем на весь Европейский Союз. Хорошо. Социализм, как система миропорядка, мироустройства, себя не оправдал, а либерализм не оправдал. В таком смысле, какими будут лидеры глобального мира будущего и идеология будущего? Кто ее сформулирует, по вашему мнению? Что это может быть? Ну, вы тоже там, либерализм не оправдал. Это же... Даже вы сказали, что теперь не либерал. Вы сказали, что вы теперь... Напомните нашим зрителям. Нет, это, понимаете, эвфемизм для социалистов Соединенных Штатов. Они не любят, когда их называют социалистами. Половина в демократической партии выступает за социалистические преобразования. Прямо за социализм. Но они не любят, потому что это, ну вот, в Соединенных Штатах немодный термин социализм. Приходится оправдываться. Даже марксист Берни Сандерс говорит о том, что мы не за всякий социализм. Мы только за социализм шведского типа. При этом у шведов волосы встают дымом, когда они вспоминают тот короткий период, когда их государство чуть было не сделали социалистическим. И демократы Соединенных Штатов, они любят, чтобы их называли прогрессистами, не социалистами. Ну, то же самое в европейских государствах. Социализм – это же ведь опыт человечества, который показал, что нигде в мире, нигде, где начинались социалистические преобразования, не было успеха. Это всегда приводило к бедности. И, ну, иногда это приводило к пропагандистской кампании тяжелой, а потом к ГУЛАГу, как вот в Советском Союзе. Иногда ГУЛАГ раньше пропагандистской кампании наступал, как к Камбуччи или на Кубе. Вот. Но результат всегда один – бедность беспросветная и экономический, политический, психологический неуспех, агрессивность. Главные, кто при этом страдал, граждане страны. Понимаете, они становились бедными. Но вот сейчас социалисты у власти кусочком, социалисты у власти в Соединенных Штатах. И инфляция вдруг. Исполнение вроде как каких-то позитивных программ, программа продвижения инфраструктурных каких-то проектов. Триллионы долларов. И вдруг инфляция безумная, там 9,4%, 10% почти. Инфляция не потому, что эти проекты триллионные, они не приводят к ожидаемой прибыли, стабилизации экономической деятельности. Они наносят ущерб государству и порождают безумную коррупцию, безумную. Социалисты этим – это свойства социалистов. Они эту коррупцию разводят, ну, мысленно. И благодаря этой коррупции, благодаря коррупции, ну, в широком смысле слова, существует пропагандистская кампания во всем мире, продвигающая ценности, ну, вот этого социализма. Президент Соединенных Штатов, которого там отцы-основатели научили говорить о системе равных возможностей, это же основополагающий, так сказать, принцип США, равные возможности для всех граждан. Вдруг начинает говорить Джо Байден не о равных возможностях, а о равенстве. Равенство, ну, в этом коммунистическом, социалистическом смысле – это катастрофа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова